Привет, с вами Чехонец. Сегодня поговорим еще раз об игре Фреско. Это видео я назвал Фреско Мегабокс, но если точно, это не совсем обзор самой коробки Фреско Мегабокс, поэтому название в кавычках. Причина одна, оформление компонентов отличается, но я могу показать, как выглядят некоторые модули, вышедшие в состав последнего дополнения. Вот это видите, с правой стороны первую версию и с левой стороны новую версию. Это видео о том, как комбинировать разные модули, фрески. Что касается игрового процесса, конечно, я советую самим попробовать все модули, чтобы определить, что вам больше нравится. Но играть со всеми модулями одновременно я не вижу особого смысла. Конечно, ради галочки можно это делать, но это займет, во-первых, много места на столе, и не все модули вы сможете эффективно использовать в одной игре. Тогда возникает вопрос, зачем надо было включать все модули в состав игры, ну и так далее. А мой главный совет заключается в том, чтобы использовать по одному специальному модулю для каждого места. Это будет четыре модуля для каждого места, для театра. Нет специального модуля. Да и студия, в принципе, предлагает всего один модуль портфеты. Также советую включить один модуль, который влияет на все места на игровом поле. Иногда, может быть, стоит включить даже два модуля для собора, так как там происходят главные действия, и модулей для собора больше всего. Первый такой комплект модулей, это очень простые модули, которые, по сути, добавляют одно новое правило. Для каждого места это модуль 16, черный рынок, модуль 11, благосклонность епископа, модуль 1, портреты, и модуль 17, гильдия маляров, помогает. Например, модуль 11, в принципе, или вы получаете этот бонус, если епископ приходит именно на этот тайл, или бонус пропадает, и так далее. Модули условно второго уровня, тоже довольно простые модули. Модуль 4, колодец желаний, модуль 7, свитки, модуль 1, естественно, портреты, модуль 9, это настенная фреска, и можно добавить модуль 8, колокола. А модуль 4, то есть колодец желаний, мог быть этим самым простым модулем, который теоретически охватывает все места. И тогда вместо модуля 4 можно взять модуль 5, он тоже влияет на рынок и собор. А также надо отметить, что модуль колокола особенный, так как он единственный модуль, который почти никак не связан с остальной игрой, кроме денег, которые нужны для приобретения вот этих сертификатов. И модуль условно третьего уровня, модуль 14, 15, церковные сками и купол, а также модуль 1 и 2, это базовые игры портреты и поручения епископа, и модуль 12, дамы. В принципе, не сильно отличаются тоже от предыдущих уровней, например, 2 и 9 модуль очень похожи. Дамы тоже предлагают дополнительные действия, которые, по сути, тоже я бы характеризовал как довольно простые. Церковные сками, как я уже отметил ранее, в другом видео, делают рынок более интересным с точки зрения выбора. В модуль 15 купол тоже действует как модуль целей в конце игры. Ну и самые сложные модули, по-моему, это модуль 6 вытражи, модуль 10 доктор и модуль 13 катакомбы. Модуль 13 вводит новую механику, жертвуя место для своих помощников на планшете, чтобы получить нужные тайлы катакомбы. Действительно, иногда выгоднее получить тайлы катакомбы, чем реставрировать фреску. Но не надо медлить с катакомбами, так как если вы будете ждать, пока откроются все вам нужные части, то это может сгореть. По опыту могу советовать, если открыть тайл катакомбу 7 часов, то лучше его забрать сразу, так как позже может быть уже поздно. А, кстати, вместе с катакомбами можно играть модуль 3 особые краски, которые я раскритиковал ранее. Вместе с катакомбами особые краски уже не будут выглядеть так неинтересно. Что касается витражей доктора, то они добавляют к игре элемент негативных последствий. Я очень люблю эти два модуля. Они как раз добавляют необходимой остроты. Еще пара советов. Я бы использовал два, максимум три модуля. Здесь так называемые столбики, иначе польза от них в игре не будет такой большой. Другой совет, если вы используете модуль или модуля, который генерирует деньги, например, колодец желания, или благосклонность епископа, или даже катакомбы, то для равновесия я бы добавил восьмой модуль колокола, который пожирает деньги. Вот такой небольшой обзор модулей. Но, как я уже отметил раньше, советую достать всю коробку Megabox, которая стоит примерно 100 евро. Спасибо за внимание. Увидимся в следующий раз.